Всем привет! Сегодня 23 марта, Московская область. Я сейчас нахожусь в одной из своих стеклянных теплиц. Смотрите, сколько у нас еще снега. Но последние несколько дней стоит очень теплая солнечная погода, поэтому начинает быстро таять. Но еще довольно-таки много. Я в теплицу пришла, чтобы сделать первые посевы. В прошлом году я первые посевы делала намного раньше, потому что март был теплый. В этом году, конечно, март совсем непонятный. И хочу вкратце показать, что буду высевать. Значит, это обязательно цветная капуста. Это гибрид Кашмир, ультраскороспелый. Очень хорошая капуста получается. 10 семян все посею. Это на первый оборот. На второй оборот буду высевать через 2 недели. Это гибрид Уайт Эксел. Это уже средняя капуста. Здесь, наверное, семян 20. И тоже буду высевать. Это уже она идет и на заморозку, на хранение. Обязательно шпинат. Матадор мне очень нравится. Крупные такие листья у него хорошие. Захотелось мне руколу посеять. У меня ее никто не ест, кроме меня. А вот для себя прям чуть-чуть посею. Потому что очень быстро уходит в цвет. Поэтому ее нужно высевать. Знаете, посеял немножко, через неделю опять посеял, через неделю опять посеял, чтобы в цвет не уходило. И потом она так неприятно начинает горчить. Отличный салат Мишутка. Я его высевала, выращивала, наверное, несколько лет назад. Потом он как-то у меня из вида пропал. Вот опять нашла его. Крупные такие листья. Это типа ромена. Маслянистые, очень вкусные. И не горчит. Красиво смотрится в салатах. Замечательные. Очень его люблю. Нежные такие листики. И крупная вот эта сама розеточка получается. Купила прям несколько пакетов. Буду тоже вот эту всю зелень и капусту я буду высевать в несколько оборотов. Чтобы постоянно была зелень. То есть сейчас посев и через две недели еще один посев. Обязательно капусту брокколи. Маратон. Всем известная. Вкусная капуста. Это раннеспелый сорт. Через две недели буду еще высевать. Мегатон. Это уже для хранения капуста. Средне-поздняя. Это для засолки. Для квашения. Ну и так далее. Для хранения. Я ее буду высевать не сейчас, а попозже. Это мне сейчас здесь просто попалось. Через недельку я ее посею. Может быть через даже две недели. Я не спешу высевать вот такие капусты, которые идут на хранение. Обязательно кориандр. Кориандр буду высевать по краю теплицы. Петрушка. Чуть-чуть посею по краю теплицы. Остальное будет расти в открытом грунте. Она очень хорошо растет в открытом грунте. Укроп. Кустовое чудо. Тоже буду высевать по краю грядки. Хороший укроп. Листвы много. И очень ароматный. Обязательно редиски. Вот в этот раз у меня селеста. Но я каждый год, собственно говоря, высеваю. И черри тоже каждый год высеваю. Это по краю грядки. Тоже пока вырастет как раз редиска там или укроп. И уже буду высаживать рассаду. То есть вот эти корнеплоды, они не будут мешать перцем или томатом, куда буду высевать. Ну, также московский парниковый. Не знаю, посею, не посею. А вот как раз на второй оборот я буду высевать фиеста гибрид. Тоже очень хороший. Насчет вот цветной капусты, хотела сказать, не уточнила. Пишут и говорят, что не получаются крупные качаны, головки. Чтобы получились крупные, покупайте гибриды, обязательно профессиональные. И покупайте, чтобы качан был от килограмма до двух с половиной. И только тогда вырастет крупный качан. Не берите те сорта и гибриды, которые там по 0,5 и до килограмма. Так, ну что, как буду сеять? Значит, взяла пложки, ящички. Здесь, конечно, есть дренажные отверстия. Я землю приготовила вчера. Значит, какую здесь землю использую? Это вот мешках у меня с прошлого года я набрала с осени. Это компостная земля. Вот, видите, здесь еще вот корешки, вершки здесь не перегнившие еще. Ну, это такой компост уже лежавший, это не свежий. Вот, здесь у меня три мешка. Это специально для вот посевов, чтобы горшки набить. Вот, я ее сюда насыпала, не пересевала, ничего. Я просто убрала крупные вот эти части растительные и все. И разбавила, чуть-чуть добавила. Вот у меня торфагробалт. Это оранжевая упаковка без минеральных удобрений. Это так, чуть-чуть легкости придать. Все. Золы добавила. Вот, у меня тоже я собиралась с прошлого года. Я набила. Это ящики я для посева капусты взяла. Это для белой, цветной. Это для брокколи. А эти два ящика для зелени. Хочу сказать насчет зелени. В прошлом году я это попробовала. Способ мне очень понравился. Салаты высаживать рассадой. Именно рассада. Я раньше сеяла, знаете, сразу по краю грядки там или как-то еще. И он у меня, значит, кучность была. И мелкие вот эти сами розеточки были. Поэтому я в прошлом году попробовала прям рассада в ящике. Она не мешает никому. И я высаживаю туда, куда мне нужно. Если он мне мешает, я эти ящики убрала или еще что-то. То есть я не высеваю сразу в грядку его. Значит, разрежено высеваю. Потом, куда мне нужно, я эту рассаду беру и рассаживаю. И тогда вот нарастают действительно вот такие розетки. Крупные, красивые, хорошие. А не вот эта мелкотня, когда скучность. Прямо такие здорово получаются. Поэтому я в этом году тоже буду делать точно так же. Вот в этот ящик я два редко руколы посею. А в этот ящик мешутку. Что еще посею из зелени? Шпинат сюда же несколько. Я сразу в первый посев много не делаю. Потому что рассада вырастет, в открытый грунт особо ее еще не высадишь. Вот. Поэтому вот второй посев у меня будет через неделю зелени. Тогда я буду побольше сеять. Это чтобы уже в грядке в открытом грунте высадить. Я не высеваю слишком плотно. Как правило, салат очень хорошо всходит. Вот мешутки посею три рядочка. Этого будет достаточно для первого посева. И два рядка у меня руколы будет. В ящиках довольно-таки много земли, чтобы земля не пересыхала. Так, все. Три рядка. И два рядочка руколы посею. Ящики я эти не буду забирать в дом. И их здесь я оставлю. Сначала хотела их поставить в доме, чтобы проросли, а потом сюда вынести. Но смысла нет, потому что вот сейчас тепло. У нас опять передают похолодание. Поэтому я здесь все, что посеяла, здесь и оставлю. Пускай стоит. Морозов уже таких не будет, там по 15 градусов. Но ночные заморозки все-таки есть. Здесь я вчера приготовила тоже землю, чтобы засыпать сверху. Она вот влажная. Вот эти все ложки землей я, конечно, очень хорошо пролила. Это я сделала для того, чтобы мне сейчас сверху не поливать. Чтобы корка не образовалась. И так слегка присыпаю. Ну, не знаю, в сантиметр, в полтора. Может, даже где-то в два. Салат взойдет, ему ничего не будет. Здесь у меня все. Поливать сверху не буду, чтобы не было корки. И тогда семена отлично взойдут. Земля прям теплая за целый день, прогревается отлично. Этот я ящик полностью засею шпинатом. Матадор. Отличная культура. Высевайте. Очень полезная. И тем более у шпината никогда не бывает горечи. Вот кто не любит горечи в салатах. Вот шпинат высевайте обязательно. Сейчас один пакетик уйдет у меня. Потом, конечно, я буду еще больше и больше подсевать. По два пакетика. Ну, это все через недельку, через полторы. И таким же образом сейчас буду раскладывать. Это ящики зелени у меня готовы. В эти ящики я буду высевать брокколи и цветную капусту. Здесь по 10 семян. Этого будет достаточно для первого оборота. Дальше уже будет по 20 семян. В таких ящиках отлично помещается. И великолепная рассада получается. В прошлом году уже все проверено. Все точно так же. Разложу семена, чтобы нескученности не было. И засыплю землей. Все, что я сегодня посеяла в эти ящики, я обязательно накрою пленкой. Создам влажность, чтобы семена хорошо проросли. Семена прорастут. Уберу пленку и накрою агроволокном. Потому что еще ночные у нас заморозки. Итак, я в ящике посеяла все, что хотела сегодня. Еще хочу сказать, что там, где высеваю капусту, вот в эти ящики, я до конца землей не набиваю. Делаю для того, чтобы, когда капуста взойдет хорошо, все равно ножка тонковата получается. И я подбавляю землю, подокучиваю. И тогда она вырастает крепкой. Уже проверено. А теперь я пойду в теплицу маленькую и посею уже вдоль бортика в грядке это редиску, обязательно укроп. И немножко посею еще у меня где-то кориандр и чуть-чуть петрушки. Это будет первый посев, первый оборот. Ну а дальше уже будет в открытом грунте все это расти. Так, я уже пришла в другую теплицу, она тоже стеклянная. И здесь как раз я буду высевать уже в саму грядку вдоль ограждения. Это я делаю для того, чтобы, когда буду высаживать сюда перцы или огурцы, чтобы мне эти посевы не мешались. Ну все очень просто. Делаю борозду, хорошо проливаю, раскладываю семена и засыпаю. Все. И периодически, конечно, нужно следить, чтобы была влажность, чтобы семена хорошо проросли. Здесь у меня еще посередине, это прикопия прямо в горшках, это черенки гортензии. Здесь и злаковые у меня прикопаны, абриета здесь прикопана. Ничего еще не выношу, потому что еще ночные довольно-таки большие заморозки до минус пяти. Также приготовленные угольки, это при высадке растений буду использовать. Вот, в принципе, и все. Еще хочу сказать, что если закроют YouTube, подписывайтесь на мой канал, я создала на Рутубе. Я оставлю ссылку. Приходите. Сейчас видео там и здесь на YouTube дублируются. Но уже потихоньку я буду на Рутуб выкладывать какие-то новенькие видео. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok